Здравствуйте! И снова с вами Людмила. Это третья часть в технике НДБЛИ. Я сделала из двух жгутов вот такое ожерелье. Я все делала в одном цвете, чтобы показать, как из двух цветов и в разное применение этой техники получаются вот такие украшения красивые. Это я сделала ожерелье вокруг шеи, но также можно сделать и браслет. Я взяла бисер номер 10 и 10. Два цвета нам нужно и 0,18, можно 0,16 взять, но двадцатка не подходит слишком жесткая. Можно сделать на нитке. Нитка должна быть тоненькая, не двойная, а тоненькая, чтобы ее не прошивать. Можно также мононитью плести, что у вас есть, и с тобой и плетите. Я решила на этом уже графике зарисовать сразу это плетение. Это будет четвертое плетение. Оно будет так. Две вниз, две наверх. Все. Вот так будет. Две вверх, две вниз. Я взяла четыре фиолетовые бисеринки и делаю круг. Оставляю леску, чтобы потом, вот кусочек лески оставляю, чтобы сделать петельку для замочка. Поэтому нужно оставить кусочек лески, потом иголочку надену и надо будет шить вместе и сделать петельку. Поэтому оставляю, чтобы мне потом не добавлять. Вот я сделала круг. Здесь я узелки делать не буду, потому что буду делать петельку и иголка будет в узелок попадать. Поэтому я вначале просто буду хорошо подтягивать. Если даже будет вначале слабо, то за этот конеч плеск я все равно хорошо подтяну. Поэтому здесь узлов мы делать не будем. Я набрала, сделала круг и прохожу две бисеринки вперед. Две бисеринки. Я прошла две бисеринки вперед и подтягиваю. Когда я подтягиваю, чтобы они не разбегались, я вот так пальчиками придерживаю. Получилось четыре бисеринки. Разворачиваю, чтобы у меня леска шла бы вот с этого края. Так вот мне удобнее. Если вам по-другому удобно, можете крутить. Беру две бисеринки и прохожу через все вот эти две. Сверху вниз. Это я так укрепляю. Я прижала пальчиками, чтобы не убежал бисер и быстрее было. Подтянула и прохожу две, три вверх. Это я просто укрепляю. Три вверх. Это начало. Все, я укрепила, но буду помнить, что у меня тут узлов нету, надо подтянуть. Вот теперь я буду пользоваться вот этим графиком. Две вниз, две наверх. И в скобках нарисую, что из трех бисеринок. Вот из трех плетений, из трех бисеринок. Беру две фиолетовые бисеринки. Две. И спускаюсь вот то, что мы зарисовали. Сверху вниз две бисеринки. Опять вот так, смотрите, вот так раз и вытягиваю. Подтянула. Сейчас приближу, чтобы это лучше видно. Вот, подтянула. Беру одну серебряную. Серебряная. Серебряная. Вот серебро десятка. Всего одну бисеринку. Две наверх. Вначале у нас нет узлов, поэтому вот когда я потяну, подтягиваю вот эту леску, чтобы эта бисеринка не провалилась. Вот с двух сторон подтягиваю и за эту леску. Вот у меня легла серебряная бисеринка. Потом, когда подальше уже, тогда уже не надо будет так подтягивать, а иначе провалится. Можете сделать узелки, но я не делаю. Смотрите, две взяла сверху вниз. Две бисеринки. Опять раз пальчиком и подтянула. И вот эту подтягиваю. Беру одну серебряную, две вверх. Подтягиваю за два конца. Беру две, это будет повторяться. Две вниз. Наращиваем столбик. Сверху вниз. Низ у нас считается начало работы. Вверх, это где мы плетем и подтягиваю и опять подтягиваю вот этот короткий конец. Берем серебряную, две вверх, двумя пальцами держу и подтягиваю. И вот так поправляю пальчиком, вот этим вот пальчиком, вот так раз, вот так они как раз и встают. Так раз, легонечко они встали в ряд серебряные. Снова берем две вниз. Одна, две вверх, вот такое легкое плетение. И оно будет само заворачиваться. Вот так пальчиком раз, вот так раз, обратите на этот пальчик, вот на этот раз, вот так и поправила, чтобы встало. Две, две вниз. Придерживаю, то так будет быстрее, берем серебряную, две вверх. Пальчиком раз и пошла дальше. Осталось все. И оно само закручивается. Две, две вниз. Обратите внимание, вначале просто из двух, двумя концами подтягивайте, а сейчас уже мне не надо подтягивать двумя. Уже все держится, там буквально несколько рядов. Одна серебряная, две вверх. И продолжаем трясти, если это браслет, значит мерим по руке, если это ожерелье, значит мерим вокруг, шеи, где-то 42-44 сантиметра. У кого побольше, значит побольше плетем. Я взяла одну бисеринку и две вверх. Значит плетем побольше, просто примеряем. Только учитываем, что оно закручивается, поэтому когда она закручивается, она становится короче. Поэтому нужно немножко длиннее сплести, чем вы померите даже вот в полоску. Она хоть и закручивается, но там она еще закрутится. Поэтому немножко надо подлиннее сделать. На две. 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 И продолжаем вот так плести. Две вверх. Все. Плетение я вам показала. Сейчас быстренько еще раз покажу. Раз встала и вот так раз пальчиком. И они встают в ряд. Последний раз покажу. Ой, убежали. Две. Две вниз. Ой, мне фунтик не мешает, я прям получаю удовольствие. Куда его нет, спит он. И две вверх. И вот так пальчиком раз. Вот такое плетение. Видите, оно уже начинает закручиваться. Вот видите, оно закручивается само. Вот я сплела две полоски. Это будет у меня браслет. Поэтому я мерила по руке браслет. Вот смотрите, я померила. И я закручу, он будет маленький. Поэтому надо чуть подлиннее. Или учитывайте, смотря какой замочек будет. Если замочек подлиннее, значит вам не надо удлинять. Вот две полоски, надо отдельных две полоски. Вы же видели, я тоже делала две полоски длину. Одну сделала и вторую. Вот сплела две полоски вот таких. Вот две. Я уже сшила одну сторону. Но я вам покажу на второй стороне. Это одинаково делается. Все одинаково. Сначала, когда плетем, мы их как бы растягиваем. Вот поэтому я беру, закручиваю. Неважно с какого конца. Давайте я с этого просто подкручиваю. Вот так видите. Одну полоску скрутила. Просто подкрутила немножко. Она хорошо принимает. И отпускаю. И вторую сторону. Подкрутила. Я хоть там сшила, но это разницы никакой. Получается, если тут я не была вшита, я просто вот так придержала бы и подкрутила. Соединяю два конца. Два конца и шиваю вместе. Просто шиваю вместе. И я вам сейчас буду показывать. У меня уже сшито. Ну вот. Поэтому я покажу уже как бы второе. На втором варианте. На этом. И начинаю вот так подкручивать. Вот так. Просто закручиваю. Можно более плотно закрутить, поменьше. Но я слабенько закручиваю. Я лучше потом подкручиваю, когда уже одеваю на руку или на шею. Вот так это подкрутила. А потом, когда одеваю, я вот так возьму, подкручу и закрываю. Сейчас я вам покажу этот момент. Смотрите. Можно сразу закрутить очень плотно. Но мне больше нравится, когда послабше. Вот смотрите. Вот у меня два варианта. Вот два. И вот они как бы вот такие не очень сильно закручены. Когда я одеваю, я просто возьму, вот так обкручиваю. Вокруг оси. Просто кручу. Видите? Вот так просто кручу. Подкручиваю немножко. Они и так у меня закручены. Но чтобы когда одеваю, видите, я подкрутила. Поэтому магнитики тут очень хорошо. Хотя можно любой замок. И раз. И вот эта под закрутка у меня остается. Видите? Поэтому я могу вот так взять и закрутить. Если сильно закрутите, то вот этих просветов может и не видно быть. Но подкручивать надо. Я просто показываю. Вот я еще раз расслаблю. Вот они у меня. Слабень, как бы не сильно подкручены. Каждый виток ложится на виточку. И потом беру и с одной стороны подкрутила, с другой стороны подкрутила и одела на шею. Вот видите, как все ровненько легко. Оп! Все. Конечно, хорошо с магнитиком. Так. Вот. Здесь я взяла, подкрутила. Сначала я измерила два одинаковых. Потом подкрутила. Видите, как подкрутила. И начинаю зашивать. Одеваю. Вот у меня тут. Вот как раз я оставила леску. Одеваю иголочку. Я одела на один конец лески иголку. Тут я стопорной бисеринкой работала. Но она на леске как бы не сильно помогает. Поэтому я лучше двумя концами затягиваю вначале. Вот когда я одела на один конец иголку, вот теперь я с иголкой в руке подкручиваю. Вот именно тот конец. Сначала просто пришиваем, когда вот это вот здесь нету. Тогда просто берем. Вот нету. Вот представьте, что у меня нету. Я просто, чтобы быстрее я сделала так. Берем два конца. Два конца. Вот. Начинаем. Берем два конца. И просто складываем фиолетовые с фиолетовые. Вот именно где два цвета ряда. Вот так и складываем вместе. И сшиваем. Вот. Вот так складываем и сшиваем. Два конца. Ничего не закручиваем. Просто сшили вместе. Сейчас я буду сшить и вы увидите. Когда вы вот это пришили. Вот такой вариант сделали. Тогда только начинаем закручивать. И одевать иголку. Все. Вот это я рассказала. Теперь покажу, как это делать. Вот. Я подкрутила. Оно, конечно, немножко развернется. Но я уже рассказывала. Не буду на этом останавливаться. Вот смотрите. Я соединила фиолетовые с фиолетовым. Это важно. Именно вот эти цвета я их соединяю вместе. Фиолетовые с фиолетовым. Так. У меня леска выходит с этой фиолетовой бисеринки. Я прохожу сверху. Так. С вот этой выходит. И тут две бисеринки. Я прохожу сверху вниз. Даже это не важно, снизу вверх или... Ну, важно, наверное, немножко. Я вот эти четыре бисеринки по кругу соединяю. Одна. Раз. Два. Теперь леска вышла у меня снизу. Значит, снизу вверх. Иду через бисеринку третью. Вот через третью. Подтягиваю. Теперь леска вышла вверх. Значит, я через четвертую сверху вниз прохожу. Только по фиолетовым бисеринкам. Вот я их соединила. Вот видите, я их соединила. Чтобы было бы плотнее, я еще раз так пройду. Мне леска позволяет. Четыре бисеринки. Смотрите, как я теперь буду проходить. Так, я вышла. Вот у меня идет вниз. Значит, я прохожу вторую. Раз. Два. То же самое делаю. Два. Подтягиваю. Сверху идет леска. Значит, три. Сверху вниз. Три. Просто я по кругу иду по направлению лески. Если не позволяет леска вам по два раза, значит, продолжайте то, что сейчас я вам покажу. Вот леска у меня вышла вниз. Значит, снизу я беру. Снизу. Сверху и вниз. Сверху вниз. Чтобы не запутаться, берем как она. Вот если она вышла сейчас вверх, значит бисеринка вниз. И вот так продолжаем. Но я закрыла. Беру одну бисеринку. Вот одну бисеринку взяла. И по диагонали. Раз. Два. Сейчас я нарисую, чтобы понятно было бы. Так. У нас тут четыре бисеринки. Четыре. Фиолетовых. Фиолетовых. Вот этих у нас. Фиолетовые. Берем. Серебро не обращаем внимание. Фиолетовые. И проходим по кругу. Вверх-вниз. 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 Если позволяет, два раза. Ну, вот так прошли. Вышла у вас вот эта леска. Берем бисеринку. И выходим вот в эту. Вот эта одна должна быть вот здесь. Значит, леска вышла здесь, сюда. Одна бисеринка, одна. Сначала по кругу, потом по диагонали. Теперь идем дальше по бисеринкам. Вот у нас она одна. Вот одна бисеринка, одна. Вот она. Вот одна. Нам надо вот сюда, чтобы к этой бисеринке попасть. Идем по кругу. Леска вниз. Значит, я иду вверх. Просто иду. Вот. Одну я одела, это у меня конец другой мешает. Я потом не обрезаю, потом я спрячу. Вот она одна. Диагонали. Вот она. Продела по диагонали. Наверное, ничего не видно, но я вам нарисовала. И выхожу по диагонали, чтобы снова выйти в эту бисеринку. Вот в эту. Видите? Ну, ладно. Я вам нарисовала, вам будет понятно. Вот одна бисеринка, вот одна. Теперь я беру, например, пять бисеринок фиолетовых. Вот пять. И через эту одну прохожу, которую мы набрали по диагонали. И делаю петельку. Сейчас я вам еще раз зарисую. Видите, петелька у меня получилась. И теперь я еще раз прохожу по кругу. По кругу прохожу. Закрепляю. Получается через шесть бисеринок. Ту, которую взяли и которую набрали пять. Вот по кругу. Через нее тоже надо пройти, чтобы у нас был круг для замочка. Вот видите, как получается. И теперь я просто прячу нитку. Вот иду вниз и квадратиком, как я уже показывала в предыдущих частях. Просто квадратик. Вот иду вниз, потом перейду на другую сторону. И второй конец лески я также спрячу. Вот я вышла. Прикладываю. Это как бы внутри получается, да? Но это не важно. И прохожу еще раз вниз. Просто вот путаю нитку в леску. Не важно, сколько вы пройдете. Главное пройти как бы квадратом. Опять на эту же сторону выхожу. Вот прикладываю. Вот у меня леска легла. И иду вверх, потому что я именно вот так делала квадратик. И еще раз прохожу. Поэтому леску тут толстую брать не надо. Десятка, чтобы можно было бы пройти. Так. И просто обрезаю леску. Сейчас еще раз я вам покажу, как закончить. Так. Теперь я возьму и одену на второй кусочек лески. Второй кусочек. И тоже спрячу. Вот я делаю леску. Второй конец. И также спрячу и вот этот кусочек лески по рисунку. Складываем два фиолетовых бока. Это для тех, кто не понял. Еще раз покажу. Вот так складываем. Фиолетовое с фиолетовой стороной. И наверху получается четыре бисеринки. Четыре. Прохожу по четырем сторонам. Соединяю. Я прохожу два раза. Если позволяет вам бисер и леска. Если там шестнадцатый, четырнадцатый или мононить. Это все позволяет. Если нет, значит продолжаем. Вот у меня леска вышла. Это будет, как говорится, первое действие. Теперь второе действие. Я прохожу от этой бисеринки к этой. Это второе действие. Второе действие с бисеринкой. Вот с этой бисеринкой. С фиолетовой. Беру и одеваю всего одну бисеринку. Вот она. Одеваю вот эту бисеринку. Всего одна. Потом прохожу. Снова иду в эту сторону по бисеринкам. Вот так. Выхожу снова сюда. И выхожу вот в эту бисеринку. Вот в эту бисеринку выхожу. Набираю пять бисеринок фиолетовых. Пять. И прохожу вот через эту бисеринку. И у меня получается петелька. Петелька. Из пяти вот так бисеринок. Петелька получается. Вот она. Получается тут у меня шесть бисеринок. Вот эта петелька и есть для замочка. Очень просто. По кругу, по диагонали одеваем одну вот эту бисеринку. И через одну бисеринку делаем петельку. Вот у меня получилась вот эта петелька. Вот она. Теперь одеваем замочек. Надеюсь все понятно. Потому что мне очень нравится этот рисунок. Очень шикарный. И хочу, чтобы у вас тоже получилось. Беру замочек и одеваю вот в эту петельку. И закрываю колечко. Все. Браслет у меня готов. Все. Когда я одела. Видите, оно как бы свободное. Но когда я одеваю. Но мне так нравится. Можете сразу туго закрутить. Но мне нравится больше вот такой вариант. Чтобы просветы были бы. Бывает так закручу, что просветов потом нету. Или переделывать надо. Но я не переделываю. Делаю заново новый. Магнитик у меня зацепился. Вот. Подкрутила. Подкрутила. И соединила. Ну вот теперь второй магнитик. И получается вот такой браслетик. Вот такой. Крутите с двух сторон. Не крутите с одной. Здесь немножко подкрутили. Как в ожерелье я показывала. И с этой стороны подкрутили. Чтобы не получилось, что в одной стороне у вас густо заплетено. А в другой нет. Поэтому с одной стороны и с другой подкрутили. И одели. И у вас будет все ровненько. Вот. На шею. А вот это браслет на руку будет. И браслет. И ожерелье. Одеваем на руку. Я сделала. Он мне маленький. Или нет. Застегнется. Маленький. Поэтому так показала. Закрутили. И одели. Сейчас попробую одеть. Не могу одеть. Маленький браслет сделала. Но я это все равно не себе. Так что. Поэтому тут у меня всего 42 сантиметра. Я делала. И вот браслет. И ожерелье. Надеюсь вам было все понятно. Очень подробно. Для начинающих особенно. Потому что посмотрите насколько хорошо это все выглядит. Это просто шикарное украшение. Объемное. Легко делается. Очень хорошее украшение. Оригинальное такое. Необычное. До свидания. До свидания.